Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Evoque 2 литра дизель Заменим в коробке автомат масло Заливать мы будем туда по мануалу идет оригинальный номер 1 Мы будем заливать заменитель, который подходит для этой же коробки фирмы Castrol той же самой фирмы, что и оригинальный идет Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль заводим его, откручиваем пробку проверяем, какой уровень у нас жидкости старый залит в каком она состоянии и потом уже выкручиваем уровневую пробку и сливаем жидкость Поддон мы снимать не будем Здесь искали найти не смогли нет отдельно масляного фильтра для этой коробки по дубликатам тоже пока ничего не подобрали поэтому решили как и у официалов сделать две замены частичных и прогнать через шланги охлаждения которые идут на радиатор прогнать старую жидкость Приступаем Подняли автомобиль для того, чтобы нам подобраться к коробке к поддону сливной пробки снимаем защиту с двигателя прикручена она у нас болтами головка на 10 здесь получается два болта сзади четыре по бокам и один спереди итого семь болтов откручиваем Сняли защиту теперь нам надо снять вот эту шумоизоляцию под ней у нас пробочка сливная она же и уровневая так как это у нас снимается смотрим как она снимается чтобы не порвать не снимается она идет по всему периметру коробки поэтому мы ее вот здесь отверстие немножко доработаем чтобы нам удобнее было чтобы резинка у нас не раскидывала масло отлитые которые мы оторвем и тогда мы уже можем подобраться к пробке вот она пробочка внутренняя пробочка это сливная уровневая а вот это это трубочка уровневая но мы и то и то будем откручивать сейчас заведем проверим какой уровень был нормальный ненормальный хватало не хватало быстрее всего если не хватало мы не проверим а если хватало оно и лишку было потечет лишнее здесь получается торкс сейчас посмотрю на сколько скажу бита здесь Т40 вот такая торкс сейчас приопустим заведем и выкрутим завел я машину нет масло брызгнуло совсем чуть-чуть но масло цвета вот такое грязное вот заглушил машину уже набежало столько масла и это выкручена только маленькая пробочка трубка уровневая пока не выкручивалась выкручена только заглушка уровневая сейчас сольется сколько сможет закрутим обратно эту пробочку и открутим большую уже уровневую трубку ждем шестигранник там на 17 шестигранник у меня такого не оказалось я взял высокую гайку на 17 затолкал головку и открутил теперь выкручиваем берем хочу по шестигранник give холод отметили как под под перво ранее дое advert под 我 скажу ус excel Вот как видно, масло грязное бежит. Резинка пробки не дала выйти. Вот такая уровневая трубка. Сейчас масло до конца достекает. Проверим по объему, сколько слилось. Ровно столько же зальем, прогоним и опять сольем. Продолжаем. Вкрутил я на место уровневую пробку. Теперь вкручиваем на место вот эту сливную, маленькую, уровневую. Она на резинке, подтягивать я не буду. Сейчас опускаем автомобиль и разбираем, добираемся до заливной пробки. Так вот, опустил автомобиль. Здесь мы снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого мы сейчас открутим кронштейны, которые его крепят. Отключим датчик. И уже сможем добраться до нижней части корпуса и снять его. Но для этого нам надо будет отключить аккумуляторную батарею, потому что мы будем отключать процессор, который находится под корпусом воздушного фильтра. Батарейка у нас здесь. Она должна находиться. Скидываем массу. Ключик у нас здесь на клемме на 10. И снимаем ее. Клему я полностью отодвигать не стал. Я под нее положил тряпочку, чтобы она не доставала. Теперь берем вот этот флажок, поднимая вверх и снимаем клеммы. Откручиваем хомут. И снимаем вот этот воздуховод. Откручиваем корпус. Откручиваем корпус. Снимаем клипсу с проводкой. Все-таки, наверное, мы снимем крышку верхнюю отдельно. Открутил я по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть саморезов. Поднимаем крышку и уже тогда снимаем гофру. И поднимаем нижнюю часть корпуса. Вот под этим процессором у нас заливная пробка. Сейчас откручиваем его и убираем. Так, здесь торкс получается Т-30. Четыре винта. Три я открутил. Это четвертый. Сейчас посмотрим, получится отвести, не отключая, отведем. Кронштейн это тоже надо снимать. Так, это что за блок-то интересно. Надо почитать про него, что это такое. Откручиваем два крепления. Головка на 10 и один головка на 13. Так, ну вот, клонштейн открутил. Даже его убирать не будем, мы просто его отодвинем. Чтоб нам удобнее было к этой пробке подобраться. Здесь бита получается Т-55. Ставим и откручиваем. Это вот, это и есть заливная пробочка наша. Вот такая вот пробочка. Она просто на резиновом колечке. Теперь берем, заливаем. У нас слилось где-то 3,5 литра с коробки. И также берем, заливаем 3,5 литра плюс 200 грамм. Это масло мы все равно будем еще сливать. Сейчас прогоним. Масло будем заливать костром. Также идет оно АТФ Мульти Вейдж. Заказывали мы его под номером, получается, 15-4-F-33. 15-4-F-33. Это вот такое идет Мульти Вейдж. Автоматик Трансмиссион Флой. Здесь, как объяснили, коробка стоит японская, поэтому вот это масло сюда подходит. В другие ландроверы с другими коробками, этими зафешными, туда не идет такое масло. Поэтому только вот для этих. Берем, заливаем. Здесь очень удобно носик. Такой же как. Ого. Вот. Сейчас заткну пальцем, опущу. Вот так вот. Вот здесь. Таким образом заливаем 4 литра. Не 4, а 3,5. А вот так вот сделал. Обрезал одну банку пустую. Она же является и воронкой. И уже ничего не мараем. Нормально. Берем и заливаем. Ну вот, улил 3,5 литра. Теперь собираем все обратно. Заводим. И прогоняем во всех режимах. После этого опять разбираем и опять сливаем. Собираем и заводим. Так, ну вот, собрал. Сейчас заведем. Прогоним ее. Во всех режимах. Это задняя у нас. Нейтралка. Драйв. Не пинается. Ничего. Плавненько. Все, сейчас прогреваем ее. И еще раз сливаем масло. Проделаем ту же процедуру. Опять все разбираем. И заливаем масло. Только в этот раз мы уже зальем не 3,5 литра. А мы зальем 4 литра масла. Чтоб нам выставить уровень в коробке. Вот автомобиль пробежал у нас 65 тысяч. Первый раз замена масла в коробке делается. Продолжаем. Второй раз масло слилось уже чище. Но лучше бы, конечно, менять 3 раза. 2 раза сливать. 3 раз на чистую заливать. Сейчас мы меняем уплотнение. Вот эти резиновые. На маленькую, вот на эту пробочку. Идет номер LR300869. Вот такое резиновое колечко. Это мы снимаем. Оно уже, он видно, поддавленное маленько. Вот старое. Надеваем новое колечко. Все здесь насело на свое место. Вот это колечко на заливной пробке мы тоже меняем. Туда идет LR300867. Тоже ставим новое колечко. Также оно заводится здесь. Место для него есть. И вот эту шайбу на уровневой пробке. Здесь алюминиевая шайба идет. В принципе, с ней ничего не случилось. Но по ней видно, вот она обжата. Поэтому мы тоже устанавливаем новую. Здесь идет LR002461. Вот такое новое кольцо. Сейчас протираем. И одеваем. Все, вот у нас три пробочки. И все с новыми колечками. Вот масло у нас стекло. Вставляем уровневую трубочку. И закручиваем ее. Как я и говорил, шестигранник там на 17. Затягиваем. Ну вот здесь все разобрал. Берем, опять заливаем. Заливаем 4 литра. Заливаем. Субтитры сделал DimaTorzok Залили 4 литра Закручиваем на место пробочку И подтягиваем ее Сильно усердствовать не надо Она на резиночке Теперь устанавливаем на место Кронштейн Наживляем сразу все три болта И затягиваем их Ну вот кронштейн установили Теперь ставим на место блок И перекручиваем его Все блок установили Закрепили Устанавливаем нижнюю часть Корпуса воздушного фильтра Здесь сбоку проводка Клипса Ставится И здесь сбоку Тоже вот это Провод Ставится Клипса Ставим его на резинке И прикручиваем вот этот болт Ставим воздушный фильтр Защелкиваем вот этот воздуховод Останавливаем крышку Надеваем гофру Одеваем вот эту клипсу И одеваем разъем Защелкиваем фиксатор И прикручиваем саморезы крепления Так, саморезы закрутили Теперь закручиваем хомут И одеваем клемму аккумулятора Продолжаем Продолжаем Закрываем крышку Все, сверху мы собрали Теперь заводим автомобиль Прогреваем и выставляем уровень Завел автомобиль Прогнал его во всех режимах Сейчас он прогрелся Коробка где-то 40-45 градусов примерно Теперь откручиваем вот эту маленькую пробочку И сливаем лишнее масло Потому что заливали 4 литра Это вот лишнее масло Оно сейчас прекратит бежать Закрываем пробочку Это и будет уровнем в коробке Сбежало, кстати, немного масла Сбежало где-то грамм, наверное, 200 Получается В коробке масла тоже было маловато Ждем, сейчас он будет Капать, капать, начнет И мы уже его закрываем Вот оно, начало капать Все, этого в поддоне не осталось Теперь уровневая пробка держит только тот уровень масла Который нужен в коробке Подтягиваем И промываем здесь все Также промою очистителем карбюратора Вот это все масло смою Чтобы было чистенько и супер Ну что, ушло у нас 7 литров масла Одну баночку я разрезал Разрезал в виде лейки Сделал ее Поэтому полных 7 литров И пол-литра Это первый пол-литра, который я заливал 3,5 А второй раз залил уже 4 литра Уровень мы выставили Масло в коробке уже светленькое На этом мы замену масла в коробке закончили Поэтому, всего вам добро!